Всем привет! Сегодня я решила снять видео в формате или-или. Что это значит? Я вас просила в моем инстаграме задать мне вопросы, которые состоят из двух опций. Мне пойти в магазин или заказать еду в интернете? Мне побриться на носа или отращивать волосы? То есть вот в таком вот духе. Я же в свою очередь выбираю самые интересные, на мой взгляд, и на них отвечаю. Просто захотелось, понравился мне такой формат, и надеюсь, вам будет интересно послушать, что я отвечу на вопросы. Инстаграм у меня art.alisa. Подписывайтесь, если еще не подписаны. И если у вас есть какие-то насущные вопросы или-или, то пишите их внизу в комментариях, и тогда я сделаю второй выпуск. Итак, поехали! Первый вопрос это счастливая семья или успешная карьера? Вы знаете, я хочу сказать, что карьера это очень важно, потому что очень важно реализовать себя, знать, что ты чего-то стоишь, состояться как профессионал, обладать навыками, которыми другие люди, большинство других людей не обладают. Иначе чувство собственной значимости будет намного ниже, чем могло бы быть. Но счастливая семья, на мой взгляд, все-таки важнее, потому что какая бы крутая карьера ни была, сколько бы денег ты ни заработал, если дома тебя никто не ждет, если тебя никто не любит, если у тебя нет детей, которые тебя обнимут, нет мужа жены, которые тебя поцелуют, нет родителей, которые тебя любят, плохие отношения с ними, например, то деньги не приносят счастья. По крайней мере, у меня это так, сколько бы денег у меня ни было, если рядом нету моей семьи, меня ничего не радует, то есть я могу себе много чего позволить, но все эти удовольствия, они какие-то смазанные, как сквозь туман, я не радуюсь им по-настоящему. Поэтому мой ответ на данный вопрос будет семья, семья важнее. Следующий вопрос тоже из разряда таких философских. Любить или позволять себя любить? Очень интересный вопрос. Я скажу, что ни то, ни та. Потому что, если ты любишь человека, который не любит тебя, то ты обречен на то, что ты все время будешь несчастлив. Потому что нет ничего обиднее, чем дарить свою любовь тому, кому она вообще, простите, нафиг не нужна. Этот человек, скорее всего, либо просто не будет вас замечать, либо будет вытирать от вас ноги. И зачем, зачем с собой так обращаться? А если позволять себя любить, вы не будете счастливы. Опять же, потому что, если вы не чувствуете любви к человеку, который дарит вам все свое тепло, вам будет противно. Вы будете себя чувствовать виноватым, вы не будете получать удовольствие от этих отношений. Поэтому, если, например, у вас вот такие вот варианты, любить, допустим, кого-то безответно, пытаться его добиваться, либо же страдать в отношениях, где вас любят, окружают заботы, но вы не любите этого человека, я бы на вашем месте просто разорвала все эти отношения и стала искать того человека, с которым у вас будет полное совпадение. Иначе это смысла не имеет. Следующий вопрос. Поступать, учиться на желанную профессию на очное обучение в 28 лет или уже забыть об этом? Я скажу так. Надо всегда стремиться к той профессии, к тому делу, которое вам нравится. И никогда не поздно поменять выбранный путь. Даже если вы закончили школу, поступили в университет, отработали 10 лет и поняли, что это вообще не ваше, и вот просто все. Меняйте. Потому что вы проводите на работе 80% своего времени, ну когда не спите. И повсвящать 80% своего времени делу, которое вы ненавидите, о, это же ужасно. Работа должна быть такой, чтобы вы на ней уставали приятно, чтобы она вас радовала. Потому что если вы идете работать только ради денег, вы там долго не продержитесь. И я однозначно за то, чтобы поменять свою профессию и в 30, и в 40 лет. И основываюсь я на примере моей мамы, которая выучилась на инженера. Она хотела учиться на врача, но выучилась на инженера, потому что очень мало шансов было поступить на врача. И потом, когда она почти в 30 лет родила меня и ушла в декрет, она сказала, что она больше не вернется на ту работу, где она была, потому что она ее просто ненавидит. И мама пошла учиться, но это было уже не высшее образование, а среднее специальное. Но она выучилась на детского массажиста, и она работает вот уже там, наверное, 20 лет детским массажистом. У нее огромный опыт, она классный специалист, она любит свою работу. Она на ней, конечно, устает, но она ее любит, она приносит ей удовольствие, она чувствует себя полезной. И поэтому, например, когда я выбирала свой жизненный путь, кем я стану, моя мама, она вообще в это не лезла. И она сказала, я тебе помогу с любым твоим решением, подумай хорошо, чего ты хочешь. И я выбрала то, что я хотела, я угадала, я попала в точку, и я счастлива быть педагогом-учителем, мне это нравится. Поэтому меняйте, если ваша работа вам не нравится, вперед, меняем профессию на то, что хочется. Следующий вопрос. Утром скушать кашку или вкусняшку? Я кушаю кашку, а затем ем вкусняшку, потому что утром можно все. Следующий вопрос. Иногда лучше что-то сделать, сказать или же всю жизнь промолчать? Я за то, что вы лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть, потому что реально это лучше. Потому что если вы будете жалеть об упущенных возможностях, вы всю жизнь будете думать, а может было бы лучше, если бы я сделал так или вот так. В общем, мой сын трясет камеру, штатив, поэтому камера болтается. Иди ко мне, сынок. Следующий вопрос. Родить 18 или 35? Как бы ты решила? Я считаю, лучше родить позже, чем раньше, потому что к рождению ребенка нужно быть готовой, и нужно быть состоявшимся взрослым человеком. То есть, если ты хочешь стать мамой, ты уже должен чему-то научить ребенка, ты должен состояться как профессионал, ты должен быть мудрым, спокойным человеком. А в 18 лет... Какие дети? В 18 лет ты сам ребенок. Для меня в 18 лет забеременеть это был ужас ужасный. Я боялась этого, потому что это же ответственность, это никакой свободы. А когда становишься старше, это воспринимается совсем по-другому. Следующий вопрос тоже мамский. Водить малыша в сад или оставить до школы сидеть дома? Ты бы как решил? В садик ребенка как бы? Вот Алишер за садик. Я скажу так, как ребенок я была жутко против, потому что мне в садике ужасно не нравилось. А как мама я за садик, потому что у мамы тогда появляется свободное время. Поэтому я скажу, что... Мой ребенок куда-то бежит по мне. Что я за то, чтобы отдать ребенка в сад, но если ему там категорически не понравится, не настаивать на этом. Уходить из 9 класса или остаться до 11? Я считаю, надо оставаться до 11, потому что 9 классов это не полное школьное образование. И нельзя потом получить высшее образование, это же ни о чем. И последний вопрос звучит вот таким вот образом. Давай, читай. С последним вопросом звучит... Ответный вопрос... Ладно, последний вопрос. Тихо. Остаться в школе работать или уйти в бизнес? Я в свое время ушла из школы в бизнес. И потом ушла из бизнеса. Потому что... Если тебе нравится работать учителем, то это никуда не денется. Но можно совмещать бизнес и преподавание. И мне кажется, это идеальный вариант. И кажется, я больше не могу дальше продолжать видео. Поэтому оставляйте вопросы под видео свои. И я буду рада на них ответить. Всем пока-пока!